МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей студии это Владимир Александрович Пимонов, доцент Тверского госуниверситета, а также общественный смотритель Волынского кладбища. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. Скажите, если уходить в историю, какое значение имело Волынское кладбище для нашего города до революции? Когда оно вообще возникло? Оно возникло во второй половине XVIII века. Предположительная дата возникновения 1782 год. Первые памятники, которые мы находим, встречаем, они датированы 1782 годом. Но, во всяком случае, оно возникло не раньше 1775 года. То есть вот где-то в этот промежуток времени. Значение большое. Почему? Было какое-то нерядовое одно из многих мест захоронения людей. Официальное его название – Градское Заволжское кладбище, что в Волынях. Было еще Смоленское кладбище, которое возникло, но немножко пораньше, чем Волынское кладбище. Но один из первых захороненных на Смоленском кладбище был купец Перфильев. Один из первых, который был похоронен на Волынском кладбище, его родственник, брат, тоже купец Перфильев. И это было не только купеческое кладбище, но значение его в том, что там хоронили наряду с обычными, рядовыми людьми, крестьянами, посадскими людьми. Хоронили еще и наших отцов города. Те, кто вложил сюда душу, и люди, конечно, об этом помнили, и всегда приходили их почитать, вспоминать. Что говорить? 29 почетных граждан Твери покоятся на Волынском кладбище. Потомственные почетные граждане, главы города в том числе, они ведь не только были хоронили на Смоленском. Многие хотели, чтобы их похоронили рядом с родственниками. Поэтому хоронили в том числе и на Волынском. Можно сказать, что к моменту революции оно превратилось в такую же некрополь, украшенной памятниками скульптуры и так далее. Каким, например, узнаем знаменитые петербургские кладбища, московские? Оно еще было красивое в 20-е годы. В 20-е годы люди еще приходили и гуляли на этом кладбище. По сути, оно стало парком. Да, оно стало парком. Действительно, это был большой парк с ветвистыми деревьями. Ну, как большой. Земля 4 гектара всего. Но, тем не менее, да, он был сопоставим, пожалуй, как с московским новодевичьим кладбищем. Такое Тверское новодевичье кладбище. Как так получилось, что мы этого всего не знаем, мы этого всего не наблюдаем? Как так получилось, что оно в итоге не просто пришло в упадок, а было уничтожено? Война? Во-первых, было не до кладбища. Город надо было строить. Сначала голод, гражданская война, голод. Ну, и потом идеология. Вот, мы наш, мы новый мир построим, да? До... Сначала надо было разрушить, до основания. А затем уже мы наш, мы новый мир построим. Поэтому, видимо, в сознании тех людей, правящих, не всех, а те, которые управляли, было именно отрицать то, что было тогда. Поэтому... Не просто отрицать, а еще и сломать. Тогда ломали кресты, спиливали, закрывали церкви. Ну, и, понятное дело, относились как-то не очень хорошо вот к этим кладбищам. Поэтому оно пережило волну, такую серьезную разрушение. Это в 30-е годы данное Волынское кладбище. С приходом Никиты Сергеевича Хрущева к власти, эта волна возобновилась в 60-е годы. Тогда была разрушена при Хрущеве Успенская церковь. Вот, окончательно пришло в запустение Волынское кладбище. И третья волна, 90-е годы, безработица, деклассирование населения, люмпинизация его. Люди стали собирать металл, раскапывать могилы, вот, в поисках золота и драгоценностей. Ну, и потом, в конечном итоге, все было заброшено, и на кладбище просто стали выбрасывать мусор бытовой. То есть превратилось в пустырь. Превратилось в пустырь. Но гуляя даже по этому пустырю, временами можно было увидеть пасхальные яички на Пасху люди приносили и на холмики их клали. Кое-где цветочки, кое-где даже стопочки наливали с водкой. Вот, хотя и не было ни надписи, ничего. Но все-таки было видно, что в народной памяти кладбище все-таки живет. И мы провели такой специальный опрос жителей улицы Коноплянниковой, Волынской. Вот, как они относятся к идее благоустройства данной территории и восстановления. Вы знаете, никто не высказался против. Все говорят, что да, кладбище должно существовать. Мы должны все-таки отдать дань памяти тем людям, которые жили до нас. Вот, и быть им благодарными за этот город. Что сделано на данный момент уже? На данный момент мы восстановили 42 захоронения. Вот, но повторяю, кладбище ведь большое, 3,8 на земле, и это приблизительно 4 гектара. Вот, поэтому я не хочу сказать, что мы его как-то там осваиваем, перекапываем и прочее. Мы лишь поднимаем то, что можно, что лежит, что называется, на поверхности, прикрыто дерном. Вести раскопки нецелесообразно, неправильно. Да, и это не нужно. Но, тем не менее, кладбище нужно привести в порядок. Поэтому, что сделано? Да, вывезено уже больше 100 кубометров мусора. Вот, это уже говорит о многом. Выкашен бурьян, насколько я знаю. Да, выкашен бурьян. Поставлены те памятники, которые, ну, можно было поставить. Установлены места захоронений историка Анатолия Вершинского, вот, протеерея кафедрального собора Первухина, вот, купца Святогорова, но и многих других. Поэтому, работы еще много. А что вы хотите сделать в итоге, по окончании работ с вот этой территорией? Вы знаете, православный человек, точно так же, как и мы, всегда, будь он атеист, или будь он глубоко православный, он всегда задавался одной мыслью. А что там? Что будет, когда человек переходит, как говорится, в мир иной, в небытие и так далее? И все это отражается в эпитафиях, отражается в архитектуре памятника. И вот настроение жителя 18-го, 19-го, начала 20-го века мы видим в форме памятника, мы видим в надписях, которые есть, в орнаментах. Иными словами, было бы неплохо в Твери создать музей под открытым небом, я бы его назвал музей лапидарного искусства, Тверской лапидарий. Такие и есть музеи в настоящее время и в Московской области, и в Керчи, и в других регионах. И Тверь могла бы, конечно, внести свою лепту в это, если учесть, что недалеко находится речной вокзал. Ведь и сейчас приходят люди и просят, чтобы им провели экскурсию и рассказали, кто здесь похоронен и так далее. А вот совсем недавно приехали две женщины, аж с Новосибирска. У них здесь похоронен дядя, 256-й стрелковой дивизии он воевал, и он похоронен на Волынском кладбище. Так ведь не поленились, нашли время и приехали даже оттуда. Вот, поэтому я думаю, что город только бы выиграл, если бы он имел вот такую вот изюминку. Ну что, спасибо большое, я желаю реализации ваших планов, чтобы все получилось, как вы задумали, чтобы действительно получилась такая благоустроенная территория, но при этом это был одновременно мемориал Тверской истории. Это была программа «Тема дня», комментарии. С вами был Роман Быков, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова